Дорогие друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Продавец Воздуха и сегодня у нас Банека H400. Признаюсь, я считал, что ее все-таки не завезут в Россию, потому что как бы устройство достаточно спорное. Вот, ну в принципе, раз такой климатический комплекс у нас появляется, давайте мы вам о нем расскажем, что он себе представляет, для каких условий он подойдет, как он работает и так далее. Так что после просмотра этого видео вы будете понимать, подходит вам это решение или нет. В двух словах о том, что такое климатический комплекс. Климатический комплекс это вообще решение для самых хитрых людей, которые не хотят плодить приборы, то есть отдельный очиститель, отдельный увлажнитель или мойку воздуха, а так скажем, сочетать все в одном. То есть как бы рыбку съесть и одним прибором обойтись. Но это, так скажем, если смотреть в вакууме, вроде все прикольно, ставим один, гибрид, два в одном, вообще все классно. Но, как правило, люди не знают о том, что эти устройства крайне несбалансированы. То есть у них будет либо идти перекос в сторону либо увлажнения, либо в сторону воздухоочистки. То есть, так скажем, идеально одинаково сбалансированного климатического комплекса. Его, в принципе, в природе нет, так скажем, эта функция будет недостижима. Так что, друзья, приобретать климатический комплекс это не всегда хорошая идея. Они где-то применимы, где-то нет. Но, допустим, вот как заявляется производителям, да, что аж 400 можно использовать, никаких не там 40-50 квадратных метров. Нет, ничего подобного. Как бы его туда не хватит. В российских условиях точно. Хотя, по-моему, в любых других заграничных, где все намного интереснее с влажностью, чем, допустим, у нас какой-нибудь там осень, зима, весна, тоже, как мне кажется, его, в принципе, не хватит. Так что, друзья, климатический комплекс это всегда компромиссное решение, в котором вы будете согласны на то, что у вас будет либо перекос в увлажнение, либо перекос в сторону очистки. То есть, развести этот функционал в рамках одного устройства вам как бы адекватным образом не получится. Характеристики. Первое, друзья, это объем. Объем у нас у аж 400 идет 12 литров. То есть, это достаточно большой объем. 4,5 приходится на поддон и 7,5 приходится на бак. Бак очень удобный. У него есть вот такая декоративная ручка. То есть, его, в принципе, можно как-либо носить. Она при этом еще и фантомная. То есть, она защелкивается и она никаким образом не мешает. Если вы хотите, если вы идете с ним, когда вы у него залили воду и вдруг потребовалась остановка, вы можете спокойно поставить его на пол. При этом, так скажем, клапан, который здесь есть, он не будет касаться пола. Соответственно, оттуда ничего не польется. Сам же клапан достаточно широкий. То есть, он просто гигантский. И туда, в принципе, можно даже просунуть руку. То есть, воду наливать будет абсолютно удобно. Вот. Следующее, о чем нужно рассказать, это об увлажняющем элементе. Потому что увлажняющий элемент Банека это, так скажем, повод отдельной гордости. Потому что раньше, например, у них были мойки воздуха с дисковыми увлажняющими элементами. Их можно считать, в принципе, по праву лучшими. Потому что они обеспечивали просто сумасшедшую производительность. Вот. И другие, так скажем, с ними соревноваться никаким образом не могли. Что у нас здесь? Сейчас у нас здесь идет увлажняющий элемент, который для простоты мы все называем губка. Ничего общего с обычной кухонной губкой он не имеет. То есть, что она собой представляет? Здесь у нас, получается, идет два слоя ткани. Внутри и снаружи. Между этим слоем ткани идут маленькие лесочки. Они пластиковые. То есть, так скажем, она прокатывается по поддону с водой. Она увлажняется, насыщается влагой. Вентилятор ее обдувает. И, собственно, это все расходится. То есть, она обладает просто колоссальной гигроскопичностью. Сам же поддон выглядит вот таким вот образом. Вот. Есть уровень, так скажем, есть датчик уровня воды. То есть, когда вода закончится, мой H400 у нас прекратит работать. Есть также серебряный стержень, который отвечает за беззараживание воды. Но, как бы, нужен ли он особо как расходник? Я считаю, нет. То есть, если вы, в принципе, будете регулярно сливать отсюда воду, то необходимость в нем, как таковая, отпадет. Принцип действия. Начнем сверху. Воздух засасывается с верхней части прибора. То есть, как, ну, классический вариант, когда люди подходят, подносят сюда руку и думают, что почему отсюда ничего не дают. Но это касается тех, кто видит его впервые. То есть, воздух засасывается сверху. Это максимально правильно. То есть, он, так скажем, стоя на полу может собрать достаточно большое количество грязи. Что у нас идет? Какой путь у нас проходит воздух? Ну, вообще, первый элемент, который у нас воздух проходит, это непосредственно наша декоративная крышка. Она ни для чего не нужна. Она нужна только для того, чтобы, ну, радовать глаз. Она красивая. Все. Следующее, что у нас идет? У нас идет фильтр грубой очистки. Его задача удерживать пыль, которая витает в воздухе. То есть, так скажем, он не дает забиться следующему фильтру. Что он собой представляет? Это мелкоячистая сетка на пластиковом основании. Она вечная. За ней нужно периодически ухаживать. То есть, допустим, убрали ее, помыли, высохло, поставили обратно. Следующий фильтр, который идет по умолчанию, так называемый полонфильтр. То есть, это, так скажем, ну, легкая интерпретация хепы. Вот. Она может удерживать какую-нибудь пыльцу и, в принципе, как бы не более того. То есть, может ли она очень сильно как-то фильтровать воздух? Нет, не может. Не может. Этот фильтр идет по умолчанию. Следующее, что у нас идет, у нас идет, так скажем, уже каркас, где эти все фильтры укладываются, а после него уже можно наблюдать вентилятор. То есть, так скажем, весь этот набор фильтров, кроме того, что чистит воздух, еще и не дает покрыться слоем пыли нашему вентилятору. В качестве альтернативного фильтра можно приобрести вот такой вот фильтр. Это уже называется он комфорт-фильтр. Он значительно тяжелее, он больше, у него ниже пропускная способность воздуха. То есть, он лучше воздух фильтрует. То есть, за единицу времени, условно говоря, через полонфильтр пройдет большее количество воздуха, а через комфорт-фильтр меньше. То есть, когда будет, условно говоря, нагнетаться один и тот же объем. Поэтому вот этот фильтр, он нужен прям вообще для каких-то супер-лайтовых аллергиков, которые, так скажем, страдают буквально одну неделю весной. А если вы хотите все-таки как-то чистить воздух, то лучше ставить, так скажем, вот этот фильтр на постоянку. То есть, поскольку полонфильтр идет изначально, следующий фильтр, который вы всегда должны покупать, это вот этот и никакой иначе. После того, как воздух прошел все ступени очистки, он у нас устремляется через прибор по его камере и попадает уже, собственно, на увлажняющий элемент. Он его обдувает и с него происходит увлажнение. И вот здесь, так скажем, и происходит самая большая засада этого устройства и любого, в принципе, климатического комплекса. Нагнеталось изначально одно количество, один объем воздуха. Проходя через фильтры, его, так скажем, становится меньше, потому что есть сопротивление. И, собственно, на увлажняющий элемент попадается уже его другое количество. И чтобы реализовать потенциал этого увлажняющего элемента, нужно закачивать воздуха значительно больше. А здесь идет следующая ситуация. Если дать воздуха слишком много, как громко будет работать прибор? А здесь 6 скоростей. На шестой он будет работать громко. Это раз. Второе. Какое, так скажем, количество воздуха за единицу времени может выдержать фильтр? Это тоже нужно учитывать. И вот это вот все делает любой климатический комплекс, так скажем, не самым удачным решением. То есть, Банека это здорово, это замечательно. Аж 400 это где-то применимо. Как решение где-то применимо, где-то оно будет хорошо, полезно и интересно. Но сепарировать увлажнение и очистку вы не можете никак. Так скажем, когда, если вы будете думать, что что-то он громко работает, сделаю-ка я его потише. То есть, вы тем самым режете и производительность его по очистке воздуха по количеству кубов в час, так и вы режете его производительность по увлажнению. И вы не получаете ни того, ни другого. Управление и прочий функционал. Друзья, здесь еще есть аромокапсула, то есть, в которую можно капнуть какое-нибудь эфирное масло, оно будет тонким ароматом расходиться по помещению. То есть, так скажем, специальный контейнер, внутри него есть такая вот ваточка. Не обязательно, чтобы весь срок эксплуатации прибора была именно она. То есть, вы можете, так скажем, ей попользоваться, чтобы потом не смешивать ароматы. Вы ее выбрасываете, кладете сюда что-нибудь другое и, так скажем, это просто получается как расходник. Все, отдельно они вот эти вот штучечки не продаются. То есть, обычную ватку или какой-нибудь ватный диск можете использовать. С точки зрения управления, что здесь есть интересного? Ну, самое такое классное, это то, что у нее есть 6 скоростей. То есть, чем больше у нас скоростей, тем гибче. Мы можем регулировать интенсивность работы прибора и настраивать ее под себя. Поскольку все-таки у нас техника, так скажем, это климатический комплекс, да, и здесь у нас еще и завязано. Есть зависимость между количеством нагнетаемого воздуха, шумом работы и конечной производительностью прибора. Это, в принципе, важно. Так что 6 скоростей, это здорово. Есть вот такая вот поворотная кнопка, которая бесконечно крутится. То, что она бесконечно крутится, это очень здорово. Например, когда подойдет ребенок, если он захочет ее покрутить, он никогда в жизни ничего не собьет. Следующий момент, который есть, это управление с мобильного телефона. Но не по Wi-Fi, а по Bluetooth. То есть, вы можете к ней подключиться, посмотреть, какая у вас сейчас в помещении находится влажность и так далее. Какие в этом есть минусы? Ну, во-первых, для этого вам нужно будет постоянно заходить в телефон, чтобы посмотреть на влажность. Это раз. Второе, датчик влажности, который в ней установлен, он находится внутри. Соответственно, как бы говорить о том, что здесь будет какой-то адекватный показатель, не стоит. Поэтому, друзья, покупайте просто отдельный термогигрометр Банека, электронный, стоит 1500 рублей. Ставьте его где-нибудь вдали, будете видеть и температуру, и влажность, и будете понимать, при каких условиях вы чувствуете себя максимально удобно. Также в приложении есть различные функции, типа Baby режим, там, эко, здоровье и прочая фигня. Вообще бесполезно это все, потому что пользоваться этим, ну, не надо. То есть, это, условно говоря, набор предварительных настроек, которые ограничивают интенсивность работы прибора, задав его, там, какой-нибудь, ну, максимальный уровень влажности. И зачем это надо, непонятно. То есть, эта техника сводится к чему? Вы ее покупаете, два дня вы радуетесь, о боже, у меня появилась там мойка воздуха, очиститель, климатический комплекс, что угодно. И вы просто не забываете заливать в нее воду, все. То есть, как бы никаких настроек, никаких режимов, они вообще никакой смысловой нагрузки не несут. Но почему-то, вот, чуть ли не в авангард выносят то, что смотрите, у нас есть классное управление, нафиг не надо. Все управление, которое вам надо, это непосредственно с кнопки. То есть, мойка запускается так. Вы ее включаете, и вот здесь есть вот такая вот шестиступенчатая индикация. Вот так она работает, наша H400 на минимальном режиме. То есть, она работает достаточно тихо, она мурчит, как котенок. Давайте, сейчас я помолчу, а вы послушайте ее работу на разных режимах. Давайте поставим на серединку. А дальше стоит поставить на пятерочку-четверочку. Вот четверка, это абсолютно приемлемая по громкости работа. То есть, она абсолютно не мешает, с ней комфортно. Спать можно на единичке, на двоечке, будет приятно и комфортно. Пятерочка уже погромче, тоже, в принципе, приемлемо. А вот шестерка, это прям турбо-режим. Сказать, что она супертихо работает, ну как бы особо нет, но с другой стороны есть фильтр, который достаточно сильно глушит громкость работ прибора. Вот. А если вы переживаете за то, что, допустим, будет подходить ребенок, ее там как-то шевелить, сбрасывать настройки и прочее, нет, не будет. Детям это вообще мойка абсолютно не интересна никаким образом. То есть, климатический комплекс, они к нему не подходят, потому что он белый, скучный и все такое. Вот. Но в конце концов, если вы все-таки переживаете за свою непоседу, то вы можете с мобильного телефона заблокировать управление, и никто ничего не сделает. Уход. За H400 тоже нужно ухаживать. Вроде как она в себе все удерживает, все грязь, но тем не менее, что-то вам делать придется. Комплекс мероприятий, на самом деле, как бы не самый большой. При наличии посудомойки вы просто кайфанете, потому что она все сделает за вас. Все, что он должен будет сделать, это в нее составить. Итак, первое, это бак. Если вы внезапно не уедете, оставив в нем кучу воды, которая зацветет, никогда в жизни ничего с ним делать не придется. Поэтому, когда вы уезжаете, обязательно сливайте из него воду, откручивайте крышку, чтобы он просох. Из поддона делайте то же самое. Если мы говорим о регулярном, так скажем, ее использовании. Что нужно делать? Смотрите, в поддоне постоянно находится какое-то количество воды. Собственно, наш датчик низкого уровня воды, который, так скажем, когда вода перестает его касаться, цепь размыкается, здесь остается вода. Она будет грязной. Ее нужно периодически сливать. Чем чаще вы это будете делать, тем лучше. То есть, по-хорошему, делать это хотя бы, ну, так скажем, программу минимум раз в неделю. И будете делать чаще, будет намного лучше. То есть, если вы, так скажем, будете этим пренебрегать, просто однажды вы проснетесь и почувствуете, что что-то воняет. И чтобы, так скажем, от этого избавиться, нужно будет полностью все постирать, почистить и так далее. Вот. Поддон вы можете чистить, допустим, раз там, условно говоря, в месяц. Кидаете его куда-нибудь в посудомойку, ставите максимально низкую температуру, которую, возможно, условно какие-нибудь там 40-50 градусов, и оставляете. Пусть он там моется, ему будет классно. Если воду также сливать не будете, здесь все будет покрываться такой неприятной слизью, и слизью, в первую очередь, покроется наш серебряный стержень. Вы, так скажем, тактильное все это почувствуете. Следующее, зачем тоже нужен уход, это наш увлажняющий элемент. Сейчас он красивый, белый, он, так скажем, идет, практически занимает всю часть барабана. Со временем он чуть-чуть усядет, но в рамках его производительности по увлажнению он практически ничего не потеряет. Что здесь тоже можно делать? У нас получается барабан, на котором тоже будет появляться налет, который тоже можно закидывать в посудомойку. Вот, саму нашу губку можно кидать в стиральную машину и ставить на какие-нибудь, условно, там 30 градусов. Пусть она там себе спокойно бультыхается и все такое. Не включайте там никакой отжим, можно включить в какой-нибудь режим деликатной стирки и все. Можно замучить в тазике, постирать ее аккуратно там руками. То есть, никаких щеток, ничего к ней применять не нужно. Вот. Ну, как вы поняли, мы идем снизу вверх. Следующее, что нас волнует, это фильтр. С фильтрами никогда ничего не делаем. Фильтры мы делаем один раз, ну, вернее, мы их утилизируем. Все, то есть, условно говоря, проходит каких-нибудь 8-12 месяцев. Мы их достаем, утилизируем корректно, складем в какой-нибудь пакетик. Вот. И на его место ставим новый. То есть, это будет рассадник грязи, ужаса, всего прочего. Вот. Так что не трогайте его голыми руками. Следующее, что нас интересует, это непосредственно фильтр грубой очистки. Его раз в неделю, если есть кошка-собака, здесь будет скапливаться достаточно много шерсти. Вы его просто достаете, либо его можно проплесосить, либо промыть. Обязательно дать высохнуть, чтобы, так скажем, он уже у нас на наш следующий фильтр никаким образом не попадал. Вот. Ну и что, в принципе, по уходу? Все, больше делать ничего не придется. А хотя, нет, забыл. Есть еще наша декоративная крышка. На ней тоже будет скапливаться какое-то количество пыли, но с ней все достаточно просто. Берете какую-нибудь сухую салфетку, проходитесь, утилизируете, потом, в смысле, выбрасываете ее, моете руки. Все высохло, составляете обратно. Все, чистота, покой, красиво, все, порядок. Так что, друзья, уход за ней максимально простой. Губка, если что, продается как расходник. То есть, если вы не захотите ничего с ней делать, имейте в виду, стоит 3000 рублей. Хотя, вот за все время, как вышла первая мойка с губкой, это, по-моему, 200-я вышла в 2017 году, вот с того времени мы продали, может быть, 6 или 7 губок. То есть, это говорит о том, что она, как увлажняющий элемент, живет, ну, очень долго. И, скажем, прямых показаний к ее замене, ну, практически никаких не назначается. Так что, друзья, вот это все, это очень удобно, хорошо, замечательно. У Банека все продумано. Отвечая на возможные частые вопросы, которые будут появляться. Чем она отличается от H300? Отличается она объемом. Там у нас 4,5 литра, здесь 12 литров. Чем больше объем, тем лучше, но нужно понимать, что, как бы, есть бак. А раз есть бак, то мойка будет, наш комплекс будет булькать, когда вода будет выходить. Но это не будет бульк такой громкий, как, не знаю, из 19-литровой бутыли, да, когда наливает себе воду в кулере. То есть, будет, как бы, органично, нормально, будете ли вы от него просыпаться, ну, зависит от того, насколько нежно вы спите. Вот, в принципе, звук воды к чему может помешать? Вот. Другой вопрос, а зачем вообще вот все это надо, если при наличии фильтра очень сильно режется производительность по увлажнению, если мы хотим, так скажем, охватить какую-то большую площадь, что вообще ждать, ну, как бы, зачем это устройство есть? Ну, оно есть, потому что большинство людей вообще просто не думает о том, что покупают. Вот, собственно, если это видео посмотрели, вы уже понимаете, как бы, что делать. Поэтому мы всегда вот были апологетами, всегда выступали за то, что покупайте два прибора, отдельно купите мойку воздуха, отдельно купите очиститель воздуха, два прекрасных сепарированных решения, которые, так скажем, за те же деньги покажут намного больший результат, намного более интересный. Вот. Чем она отличается, не знаю, от любого другого климатического комплекса, там, ну, плюс-минус, там, в этом же каком-нибудь ценовом сегменте, там, типа, до 40 тысяч рублей. Глобально все климатические комплексы, это всегда компромисс, вы всегда с ним либо соглашаетесь, либо нет. Собственно, что здесь? Почему он лучше любого другого климатического комплекса? Потому что увлажняющий элемент, он бессмертный. Этой губки никогда ничего не будет. То есть, мы снимали, как минимум, видео, там, Банекова 200 три года спустя, то есть, где, по сути, находится такой же увлажняющий элемент, и где мы показываем, как выглядит новый, как выглядит увлажняющий элемент спустя три года непрерывной работы, что с ним, ну, он ужимается в размерах и все такое. Но, если повод его менять, то как бы особо нет, он себе спокойно живет, его можно эксплуатировать и дальше. Так что все, что от вас требуется, это нормально ухаживать за этим прибором. Вот, поэтому, друзья, если вы смотрите между этим климатическим комплексом, вот если вам цвет клином сошелся и любым другим, вот на текущий момент, это сентябрь 21 года, вот лучше его, так скажем, по совокупности качеств в этом ценовом сегменте мы не находим. Итого, друзья, H400 это достаточно компромиссное решение, как и любой климатический комплекс. То есть, он применим, но он применим на небольшую площадь. Например, там, условно, 8, 12, ну, край 14 квадратных метров. Там он себя покажет нормально. То есть, так скажем, из-за того, что есть фильтр на входе, очень сильно режется производительность прибора по увлажнению. Собственно, если мы хотим увеличить ее, мы увеличиваем шумовую нагрузку, которая может, например, в той же спальне, а именно, скорее всего, либо спальня, либо детская будет такой небольшой площади, будет, так скажем, приносить дискомфорт, когда вы будете приходить туда спать. Все-таки спать-то как в тишине хочется. Вот, друзья, не хотите до H400? Можете посмотреть любой наш обзор по Банеку. Мы, в принципе, сняли весь ассортимент, который сейчас находится в продаже. То есть, в любом случае, правильное решение под ваши цели, задачи мы подобрать сможем. То есть, например, когда вы нам звоните, вы просто обрисовываете свою задачу, говорите, что хотите, мы говорим вам, что купить. То есть, в принципе, от нас можете принимать информацию по принципу, как есть. То есть, больше нас по этой технике вам вообще никто никак не расскажет. То есть, элементарно, вот взять вот H400, да, сейчас сентябрь 2021 года. Ее в России еще нет, а у нас она уже есть. Так что, друзья, слушайте нас, мы вам всегда поможем, всегда поможем правильно. То есть, скажем, неправильного решения любого вашего вопроса в рамках климатической техники от нас быть не может. На этом на сегодня все. С вами был интернет-магазин «Продавец воздуха» и увидимся в других видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!